здравствуйте товарищи с вами снова изучатель мотобокса и сегодня в продолжении садись про рмз про его двигатель дальнейшая сборка и сборка тренер поршневой группой там механизма грн на той стадии где мы сейчас находимся это сборка сцепления есть такой нюанс есть специальные прибуды для фиксации корзины и затягивания этой гайки у кого не дает прибуды нету гайковерта знает очень большой геморрой открутить вот эту гайку и потом как положено затянуть то же самое вот и поменьше тут можно как бы это гайка которая коленвала приводная привода помпы и привода корзины то же самое ну то есть ее я уже затянул уже говорил об этом тут левая резьба на приводной знаете которая коленвала это надо учитывать когда откручиваете закручиваете чтобы не тянуть ее не в ту сторону это все в мануале написано если вы не знаете задеть лишний раз мануал посмотрите правда на английском но придется вам изучать язык мне пришлось выучить во многом благодаря потому что вся документация практически на английском пришлось изучать язык ну как бы это никому еще не помешало я думаю но продолжаем продвигайтесь вот у меня есть такая штукенция для фиксации корзины диван фиксируем я затягиваю всегда гайковертом предварительно фиксатором также смазали на сексу тут есть еще стопорная шайба уже фронтовая но как бы ничего там такого если естественного нет вот в принципе все любовь потом мы разворчуем и потом дальше то я хотел по кольцам вот и про установку колец сразу скажу мануале все написано где должно стоять конкретно как каждый замок каждого кольца не надо придумывать там изобретать сами там одни сюда поставить вот тут вот неправильно стояла как бы так они по общим познаниям да них развели замки но у каждого замка даже у каждого кольца вплоть до маслосъемного там нижние верхние и даже вот у этой пружинки нет конкретное место положение на поршне и она указана мануаль плюс еще нужно учитывать то есть вверх-вниз для компрессионного кольца и это тоже нужно учитывать также в мануале указаны там либо метка либо там по профилю видно у него профиль вот она специально чтобы они не залегали внутренняя сторона она идет с паской видно там или нет и вот эта фаска она идет как бы в данном случае вверх то есть вот это положение вот так она ставится вверх не как-то там вы назад перевернете его вы потом цилиндр не оденете ибо оденете там все это заплюнет то же самое по замкам тут вот конкретно указано в мануале где должен стоять замок первого кольца замок верхнего кольца маслосъемного замок спейсера пружинки маслосъемного и замок нижнего кольца то есть все это указано то есть сейчас даже скажу первое кольцо должно стоять вот четко назад потом верхнее кольцо маслосъемного четко вперед спейсер пружинка должна стоять вправо грубо говоря вот так вот четко и нижнее кольцо так же как и первое компрессионное четко назад то есть все написано надо придумать также вот по кружинке указано как она заходит зацепление потому что разные кольца по разных моделях там по-разному есть есть как бы у нас обычно вообще вот так вот ставили все потом заплющили и зажала и как бы так и ездит на самом деле там есть даже принципиальная разница где как она тут даже указано вверх нет тут видно по замку как она у спейсера тоже есть верхний то есть это все учитывать надо конечно не у всех моделей так одинаково у кого-то есть у кого-то нет но это вот мануал для того и нужен даже вот я вот сколько их поразбирал я не помню все двигателя вот прям все точности нюансы вот мне чтобы лишнюю информацию из головы каждый раз не доставать можно ошибиться я беру мануал и проверяю все по нему то есть это вот когда мне рассказывают там про чудо механиков которые все помнят все делают чисто из памяти ну как бы два варианта либо он занимается какой-то узкой специализацией у него одно все время одно и то же и он либо у него феноменальная память вот я как бы это понять не могу то он помнит по всем там по квадроциклам по красочам по эндурикам потом паспортам все помнит зазоры все размеры я считаю сомневаюсь и таких ну пока не мере я таких не встречал либо есть у нас таки да я все знаю все умею они делают примерно по одному алгоритму и применять весь алгоритм к абсолютно всей техники то как бы на мой взгляд вообще это недопустимо тут есть свои нюансы вот тоже самое с ктм почему все там орут вот ктм такой да вы просто рукожопый там блин вот залезите туда там у него немного другая чем а техника все эти конструкции отличается от японской и как бы только и всего лишь если вы его нормально сделаете все он ездит и все все там нормально работает то что там одному танцору и одно место там мешает это как бы не ктм виноват вот мое личное мнение когда там говорят что вот ктм все ломается все это просто вы блин либо возьмите новый ктм и поедите посмотрите либо сделайте нормально там уставший и посмотрите потом как он ездит насколько его хватает ну ладно двигаемся дальше про установку цилиндра делать бы немного сказать в данном случае мы ставим новую оригинальную заводскую прокладку подголовку тоже какие-то рекомендуется сделать любой разборки но как бы если наших условиях ограниченных по финансам или еще что-нибудь ведь такой способ как повторно использовать более-менее живую прокладка много бы ничего не гарантирует 50 на 50 вы соберете самую прокладку очищаете от старого и вот это вот эти покрытия типа краски у нее черная все его можно имитировать взять термостойкую краску берете термостойкую краску в баллончике просто ту чистили идею краски 2 прокладка двух сторон лучше там два слоя на метр и не дожидаясь пока она вообще на смех высохнет то есть подсохла уже не липнет ее ставить и прикручиваете килиндры и вот эта краска термостойка она будет имитировать тонкий слой как бы делать такой же он типа герметика и как бы практика показывает если все нормально сделано нормально прикручено все это прекрасно держит но тоже я стараюсь как бы избегать таких методов потому что ничего не гарантирует и как бы про герметик вот в этих местах еще раз вообще не рекомендую делать потому что тут даже прокладки вот частности тут есть отверстие и герметиком вы можете все это насмерть залепить и плюс как у нас любят там такой слой вообще не рекомендую так что хотелось бы еще сказать про установку цилиндра то есть смазываем как положено цилиндр цилиндр маслицамат и потихонечку аккуратно одеваем первое кольцо контролирую визуально сжимая пальчиком и потом главное чтобы она делась на маслосъемную и чуть-чуть вот так вот цилиндр рекомендуется прокручивать и покручивать и оно если у вас все правильно пошло оно легко все одевает и что тут сложно вот как бы нет так же предварительно под прокладочку смазали и в принципе все должно ходить легко ничего не должно заклинивать если вы правильно все одели вообще при сборке как бы вот здесь если вы все правильно собираетесь соблюдаете все зазоры там вот шайбы у вас не должно зажимать валы не коленвал не валы коробки передач и еще вот по suzuki именно нюанс у нее при сборке вот коробки передач не рекомендуется чтобы у вас образовался зазор особенно вот на вторичном валу то есть вторичный вал должен легко крутиться но противого люфта не должно быть потому что как бы ну либо совсем маленький допускается потому что это как бы вот на катерин там вообще вау ходит и все включается ничего не вылетает а на suzuki именно вот на rmd вот у них больная коробка на эту тему 2 5 передачи вот если появляется вал неправильно собрали там неправильная шайба либо еще что-то подшипников износ и появляется люфты у них начинает сразу же вот мозг конопатить либо 2 либо 5 передач и тут еще вот эта втулочка под ней стоит два резиновых кольца но я уже ее дел то есть это тоже надо учитывать не забывать это все потекает проголовку головку все то же самое ставили прокладочку смазали и тут все должно быть чистенько предварительно очистили не забываем вот этот слайдер то есть он ставится на цилиндр поставили цилиндр тыкает сюда там направляющие попадая и все цель героем это воткнется потом монтируем проектное положение головку цилиндр смотрим там стулочки направляющий не забываем про затяжку болтов головки хотелось бы сказать стягивается она в два захода крест-накрест стандартно то есть первый заход 25 ньютон-метров и указано опять же в мануале второй заход ограничательный финальный 50 ньютон-метров берете динамометрический ключ у меня электронный и все затягиваете я как бы уже затянул ничего такого сверхестественного не буду об этом подробно рассказывать но то что он нужен динамометрический ключ это факт доменов таких вот ответственных местах а то потом будете гадать чего там побежала или чем и оторвали резьбу вдруг продолжаем наше вещание и вы добрались до стадии установки распредвалов и меток грм то есть крышечку поставили генератор уже ротор поставили все статор в крышечке первое что нужно сделать это поставить коленвал соответственно поршень верхнюю мертвую точку эти не знаю видно там вот они метки вот она подержу я обычно вешаю трещотку она как бы уравновешивает балансиром пришлось двигатель развернуть чтобы вам показать на свет и соответственно метки на распредвалах вот одна по краю среза крышки клапаны и вот вторая и соответственно вот ведь еще сверху есть метки есть метки вот они вот это вот одна это же вторая то есть выставляем распредвалы и вот по этим крайним чтобы они были посредством плюс еще надо учитывать чтобы у вас цепь не провисла считать мануале это все есть то есть 13 звеньев вот начиная от первого то есть не звеньев а пинов 1 pin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и короче 11 12 12 13 и вот получается 13 13 пин должен выходить ровно на метку чтобы у вас не получился тут провис это все надо учитывать то есть когда уже вот так вот поставили соответственно тут меточку смотрим чтобы она не уходила то на вот нет у нее никакого желания стоять верхней мертвой точки она ее постоянно хочет проскочить любой туда либо отсюда и плюс еще что хотелось бы сказать когда вот вы все вроде поставили сделайте проверку надавите на натяжитель вот где у вас натяжитель стоит надавливаете и смотрите цепь чтобы натянулась и у вас ничего не должно измениться вот тут вот данном случае вот в этом двигателе я когда разбирал распредвал впускной был чуть-чуть провернут на один зуб то есть он неправильно стоял из-за чего это возникает вот как раз возникает потому что не считали либо тут пины либо что тут посчитали но когда ставили не учли провис цепи то есть провис сделали в этой с этой стороны нет не сделали проверку вот так то есть собрали тут натяжитель ставили и все из-за этого горький катаклизм то есть по натяжителю что то есть убираем пружину взводим его в обратное положение таком положении сюда прикручиваем потом только вставляем пружину и закручиваем ну и в принципе и все то есть она изначально еще постели надо поставить по постели то есть тут все смазываем тут я уже смазал когда ставил маслом все обязательно смазываем маслом все посадочные крутящиеся места для чего это надо для того чтобы первый раз заводя у вас сразу же не задрала постели потому что какое-то время будет двигатель работать если вы не сможете не по ней подадите сюда масло нужное количество но сухую то есть зачем это надо как бы не надо потому что пока масло насос прогонит всю эту систему в двигателе только только что собрано то есть все это смазывает прикручиваем опять же еще по закручиванию по мануалу всего по моментам вот это вот вещь вообще важная постели их нельзя не дотягивать и нельзя перетягивать тут нюанс тоже такой вот эти вот места головка затяжки затяжки распредвало все это по нету по динамометрическому ключу соответствии с ньютон-метрами которые указаны в мануале ну все в принципе готова двигатель практически собран эту крышечку и не стал ставить потому что бы забыл еще сказать про то что когда собрали механизм грн надо проверить обязательно зазоры клапанов на всякий случай как бы всегда их надо проверять тем более на крыточке потому что это такая штука опасная довольно таки самое главное что надо проверять минимальный зазор чтобы был зазор хотя бы как минимальный по мануалу побольше это и ладно так не так страшно как минимальный чтобы их не зажалу чтобы они не прогорели там не отпали еще чего-нибудь там седло не выпало такое тоже бывает да и вообще как бы правило он просто тупо перестает доводиться на горячую сначала но есть упорные товарищи которые могут и такой аппарат завести и потом удивляться каленграду и что у нас тут все установлено как бы там остался масляный фильтр масло мы будем заливать репсоль у фрууд полная синтетика аналог мотюля у фрууд синтетического гоночного только ценник более адекватный будет 1000 рублей стоит литр при том что мотюль как минимум у нас 1300 1500 неизвестного там происхождения неизвестного качества а это масло именно испанское произведено испании разлито там же и даже упаковочка тут все по-английски либо по испански тут нету писанины на русском языке и по туар-кодам по штрих-коду он бьется как продукт для европейского рынка не видно кого не секрет на может для кого-то и секрет что вот мотюль который продается на наш рынок грубо говоря снг это не тот же самый мотюль который продается в европе у них блин не только в политике двойные стандарты но и в продукции то что льют нам даже если вы купили настоящий это далеко не то что продается там у них это масло именно специально поэтому убралась она разливается всегда на одном заводе и не отличается у него по рынкам то есть она идет для всех рынков стандартная и дилер у них всегда один стране они так как у нас куча мотюльских дилеров и непонятно кто из них труба держит и а тут вот один дилер официальный в москве и масло было куплено у него все документы также есть плюс есть таможенные сертификации соответствия что это масло введено именно с испании они откуда-то там из польши людей из китая как у нас половина матери принципе все что я хотел сказать на сегодня думаю сказал завтра установочку сделан и там заведем будем проверять это все покажем до свидания до скорых встреч